всем здравствуйте я всех приветствую давайте традиционно поставьте плюсики если меня хорошо видно и слышно сегодня будем с вами разбирать очень интересную тему очередную по витаминам так пошли плюсики замечательно все отлично значит начинаем сегодня мы будем разбирать витамины группы b это достаточно такая обширная тема потому что не зря называют и витамины на группой и и входит на сегодняшний день 8 основных витаминов и также некоторые витамины группы b которые раньше являлись витаминами сейчас называют витаминоподобные вещества до мы если подробно очень рассказывать про каждый витамин это наверное бы заняло около часа времени про каждый витамин поэтому мы сегодня разберем основные моменты до по которым вы можете понять что это за витамины за какие процессы в организме не отвечают вы сможете понять посмотреть вот на себя на своих родных и близких и понять у кого возможно имеется дефицит витаминов группы b и насколько важно обратить внимание вот на правильное питание и на восполнение данной группы витаминов да и каким образом это можно сделать обо всем будем разговаривать будут периодически смотреть в чат да поэтому если у нас какие-то будут проблемы со связью обязательно мне пишите вопросы задавайте будем с вами общаться и так напомню кто меня видит в первый раз если вдруг такие есть меня зовут литвин ольга александровна я практикующий врач нутрициолог являюсь преподавателем в университете персонализированной диетологии и нутрициологии тени пустовой и так что же такое витамины группы b это множество соединений источниками которых является животное и растительная пища то есть витамины группы b содержится практически везде ну конечно какие-то больше в растительной пище какие-то только в животной пище но тем не менее мы поговорим почему у многих людей особенно у людей возрасте 50 плюс и более старшего возраста дефицит и витамина b встречаются достаточно часто эти витамины относят к водорастворимым витаминам да то есть это и обозначает то что данные витамины легко растворяются в воде и поэтому конечно как-то ими запасаться невозможно они у нас постоянно происходит дефицит то есть если мы их не восполняем с продуктами питания то у нас быстро развивается дефицит и если мы говорим например что жирорастворимые витамины например такие как витамин d и другие они способны запасаться на кирпичи там жировой ткани то с витаминами группы b такого нет поэтому а витаминозы то есть это когда совсем нет витамина встречается наше время не так часто да но тем не менее что касается витамином группы b бывают и а витаминозы особенно там у некоторых людей азии до которые очищенным рисом питаются которых очень скудный рацион да но в принципе а витаминоз когда совсем нет витамина это достаточно редкое состояние вот в современном мире но гиповитаминозы когда есть дефицит нехватка это встречается достаточно часто и в том числе гипер витаминоз да когда мы говорим что есть избыток витамина это состояние достаточно редкая когда мы говорим именно про витамины группы b потому что чаще все таки встречаются дефициты у людей так теперь разберем более подробно поговорим про каждый витамин и так витамин b1 он еще называется тиамин он принимает участие в метаболизме углеводов а также в метаболизме ряда аминокислот важен для сердечно-сосудистой системы для нервной важен для метаболизма и деления клеток печени b1 в организме не синтезируется не образуется и поэтому конечно важно его поступление регулярная с пищей если мы говорим про витамин b1 я сразу буду говорить про каждый витамин где его содержится большее количество да поэтому кому интересно вы можете даже помечать потому что в презентации не все моменты будут и так ржаной хлеб пророщенная пшеница бобовые орехи достаточно большое количество тиамина в облепихе вот это такие основные набор продуктов конечно он содержится во многих продуктах я назвала где его концентрация более высокая обычно теперь перейдем к второму витамину это b2 он еще называется riboflavin это источник для создания ферментов а ферменты вы помните это такие важные катализаторы белковые соединения без которых не происходит ни одна биохимическая реакция в организме и можно сказать что витамины группы b и вот частности riboflavin это активатор фермента то есть когда он соединяется с ферментом с белковой молекулы запускается реакция необходимая для организма витамин b2 играет важную роль в синтезе разных производных ферментов витамина b6 о которой мы еще далее поговорим то есть многие вы заметите витамины группы b они взаимосвязаны они участвуют в тех же реакциях и в каскаде реакции то есть один витамин b запускает метаболизм другого витамина группы b участвует в реакции с кислотами расщепляя чужеродные и разные опасные соединения отвечают за состояние гемоглобина в организме также важен данный витамин riboflavin для поддержания состояния для красоты нашей кожи и часто кстати витамины группу b у нас рекомендует кто то есть кроме неврологов часто рекомендуют у нас косметологи дерматологи да то есть люди которым приходят как раз таки женщины недовольные там состоянием кожи волос ногтей потому что как раз таки riboflavin очень важен для регенерации кожи для образования важен эритроцитов для белков антител которые участвуют в различных иммунологических реакциях и важен очень riboflavin для нашей репродуктивной системы следующий витамин это b3 или можете его еще увидеть как ниацин также он называется еще витамин pp то есть это то же самое чтобы 3 или никотиновая кислота данный витамин принимает участие в делении клеток и хочу обратить внимание что этот процесс крайне важен пока организм живет у нас клетки делятся до чем более активно и здорово делятся наши клетки без проблем да если достаточно витаминов группы b значит пока вот клетки делятся у нас организм сначала растет потом обновляется происходит регенерация у нас организм здоровый живой бодрый да как только есть дефицит например витамину b3 ну и в принципе по витаминам группы b потому что они между собой связаны то нормальное деление клеток прекращается начинает появляться множество атипичных клеток то есть это клетки ненормальные не похожие на обычные нормальные клетки и на самом деле таких атипичных клеток каждый день образуется достаточно много но у нас умный организм если он здоров у него хорошо развита защитная иммунная система все эти ненормальные атипичные клетки они разрушаются уничтожаются но когда у нас с иммунитетом не все в порядке когда у нас витаминов группы b мало и атипичных клеток накапливается очень много атипичные клетки это тоже самое он как клетки раковые клетки то есть при дефиците ниоцина при дефиците витаминов группу b риск развития онкозаболеваний увеличивается кратно также для чего еще важен витамин b3 он принимает участие в синтезе белков а из белка состоят состоит целом наш организм да то есть белковые соединения белки это достаточно важная часть даже есть такое определение что живые организмы это и есть белковые соединения также важен для образования различных гормонов участвует витамин b3 в энергетических реакциях в клеточном дыхании и еще во множестве других процессов при участии ниоцина образуется стероидные гормоны стероидные гормоны это например гормоны половые до которые помогают женщине например родить ребенка которые помогают ей оставаться долго красивой молодой и женственной ну и конечно другие стероидные гормоны тоже образуется благодаря витамину b3 b3 участвует в образовании жирных кислот обладает сосуда расширяющим действием заживляет раны снижает концентрацию холестерина в крови и самое важное что не просто снижает холестерин а именно низкой плотности то есть как говорится плохой холестерин именно на данную фракцию это крайне важно потому что вы знаете что когда у человека повышен холестерин и в частности плохой холестерин это увеличивает риски инфарктов инсультов и поэтому врачи стараются всячески бороться с этим состоянием и вот как раз таки с помощью витаминов с помощью рационального питания можно победить эту проблему снизить как раз таки плохой холестерин без лекарств так давайте дальше перейдем к витамину b5 это пантотеновая кислота биологически активное вещество тоже участвует в обмене и белков и жиров и углеводном обмене участвует стимулирует работу коры надпочечников с повышением секреции кортикостероидов кора надпочечников это тоже важный такой гормональные эндокринный орган дам которым вырабатывается важнейшие гормоны и вот как раз таки при дефиците витамина b5 выработка гормонов нарушается то есть вы видите как все в организме взаимосвязано дефицит каких-то витаминов до минералов запускает каскад каких-то патологических реакций и получается что человек заболевает развиваются хронические заболевания поэтому вот крайне важно держать в норме под контролем все витамины минералы ну и вот в частности витамины группы b ну и конечно витамин b5 не отличается от других витаминов группы b тем что он участвует в нормализации в регенерации нашей кожи наших слизистых участвует конечно в иммунных реакциях в синтезе антител то есть защитных клеток организма и нормализует жировой обмен в том числе витамин b6 передоксин у нас их всего восемь будет да и вы видите что они тут не всегда идут по порядку если интересно я потом расскажу почему так происходит так поговорим про витамин b6 передоксин он участвует в образовании эритроцитов да вы знаете красные кровяные клетки в которых содержится гемоглобин про это я подробно рассказывала когда говорила про железо поэтому кто не был на вебинаре посвященном железу я рекомендую зайти обязательно в запись после эфира и пересмотреть и так витамин b6 является коферментом белков да то есть это активное соединение которое активизирует запускает ферменты и запускает необходимые биохимические реакции кофермент белков который перерабатывает аминокислоты до аминокислоты это все кирпичики из которых состоит белок в первую очередь витамин b6 важен для нервной системы поэтому данный витамин b6 и в принципе витамины группы b достаточно часто назначают врачи и неврологи это не просто так помогает витамин b6 клеткам грамотно утилизировать и расходовать глюкозу то есть он важен также для углеводного обмена а не допуская резких скачков сахара в крови то есть витамин b6 и магний про которые тоже говорили на предыдущей лекции они помогают бороться с инсулинорезистентностью да то есть люди у которых у которых нарушена чувствительность клеток к инсулину то есть у которых в проблема в крови много сахара да люди с сахарным диабетом им нельзя допускать дефицита витамина b6 витамин b6 влияет на организм таким образом что поддерживается физическая умственная работоспособность обеспечивается трофическая иннервация нервной системы то есть хорошая проводимость и хочу сказать что если нету достаточно витамина b6 то одно из первых признаков которых мы еще дальше более подробно будем говорить является например нарушение памяти какие-то вот такие когнитивные свойства то есть связаны с нервной системой дат ан эти все функции ухудшаются нарушаются так но еще об этом подробнее будем говорить поэтому я только упомянула далее витамин b7 это достаточно интересный витамин часто его называют не b7 а можете увидеть как биотин и я бы сказала что это витамин как раз таки красоты потому что если какие-то встречаются когда-то там комплексы красоты молодости вот часто там числится биотин также его очень любят косметологи дерматологи назначать биотин отдельно или вот как раз таки в виде комплексов в некоторых источниках биотин называют витаминоподобным веществом почему так происходит потому что по некоторым исследованиям у людей у которых есть здоровый кишечник и здоровая микробиота то есть полезные бактерии с ними все в порядке которые нам как раз таки помогают нашей жизнедеятельности они способны достаточном количестве вырабатывать биотин но к сожалению дефицит биотина тоже часто встречается потому что к сожалению здоровых людей у нас меньше и меньше становится по разным причинам поэтому все таки в последнее время биотин часто его называют все таки не витамина подобное вещество а витамин так фолиевая кислота или витамин b9 также можно встретить название просто как фалаты это все в принципе одно и то же какая важная роль я думаю про фолиевую кислоту слышали многие у кого есть дети потому что врачи-гинекологи вперед подготовки к беременности во время беременности особенно первом триместре конечно период кормления обязательно назначают это даже есть в программах в лечебных протоколах врачей до нужно обязательно назначать фолиевую кислоту дозировки я буду позже говорить нормальные да потому что фолиевая кислота отвечает за рост клеток за сохранение целостности нашего генетического аппарата а витамин оказывает действие на развитие нервной системы участвует крови творения попадает в организм с пищей также способен синтезироваться бактериями в кишечнике но опять скажу что на бактерии в нашем кишечнике не стоит надеяться потому что достаточно сложно даже на сегодняшний момент проверить состояние нашей микробиоты кишечника да поэтому мы не можем уверенно говорить что фолиевая кислота достаточном количестве образуется у нас кишечники поэтому питаемся ну и смотрим чтобы не было у нас каких-то признаков дефицитов которые будем еще говорить далее и еще если мы говорим вот про развитие плода почему именно в первом триместре крайне важно для женщин потреблять достаточное количество фолиевой кислоты потому что без без клинические испытания которые говорят что если фолиевой кислоты у беременной женщины недостаточно то есть проблема развития нервные трубки то есть еще на самых ранних стадиях развития когда формируется организм если есть дефицит фолиевой кислоты то происходят либо выкидыши либо рождается ребенок с рожденными дефектами который нежизнеспособен или у него есть инвалидность да то есть такой диагноз как спина бифида встречается у деток но поэтому фолиевая кислота во всех странах это маст хэп то есть обязательно для беременных витамин b12 или сцианокобаламин сразу скажу что это последний витамин который мы будем разбирать из витаминов группы b да если вы немножко уже устали от такого переизбытка информации далее более такая понятная пойдет информация когда будем говорить каким образом мы будем определять у себя дефициты да так вот витамин b12 сианокобаламин он немножко отличается от всех остальных витаминов группы b чем он отличается во первых это один из немногих витаминов которые все-таки несмотря на то что он водорастворимы он может накапливаться у нас в организме по большей части в печени и еще одна его интересная особенность что витамин b12 встречается только в животных продуктов растительной пищи нету поэтому вот строгие вегетарианцы веганы которые в принципе не употребляет никакую животную пищу у них стоит вопрос остро о дефиците витамина b12 и учитывая что он все-таки накапливается да если раньше до этого были какие-то запасы у веганов скажем так до момента когда они перешли вот на вегетарианство вот эти запасы могут использоваться даже несколько лет то есть они сначала первые пару лет чувствуют себя замечательно потом уже запасы истощаются различных витаминов и жир растворимых и вот витамина b12 и начинаются различные проблемы если человек не следит за своим здоровьем не сдает анализы и никак не восполняет например с помощью добавок данный витамин поэтому вот это тоже такая отличительная особенность если вам говорят что не ем животных продуктов и все замечательно надо все-таки сдавать анализы проходить периодически какие-то чекапы потому что это до поры до времени может быть все замечательно какая еще интересная особенность витамина b12 почему периодически его даже вот врачи назначают и он не усваивается то есть он особо не повышается улучшение нет потому что есть свои особенности в его усвоение витамин b12 для того чтобы он усвоился нормально он должен соединиться с белковым компонентом вот именно в слизистым именно в желудке да когда есть нормальная кислотность желудка витамин b12 может соединиться и таким образом нормально усвоиться если у человека есть проблемы с желудочно-кишечным трактом если он не здоров естественный витамин b12 сколько бы ты его не потреблял с добавками и с продуктами питания он просто не усваивается наши полезные дорогие наши бактерии кишечнике они могут вырабатывать витамин b12 но опять-таки в кишечнике не пройдя через желудок он никак не может усвоиться то есть фактически бактерии вы вырабатывают можно сказать для своих нужд поэтому тоже вот такая интересная особенность поэтому витамин b12 достаточно часто развивается я думаю вы слышали даже про состояние b12 анемии да и железо дефицит анемии есть b12 анемии да когда из дефицит именно витамина b12 поэтому здесь тоже вот свои особенности я дальше еще буду говорить подробней как восполнять что делать так поговорим про дозировки у каждого витамина есть такая минимальная суточная рекомендуемая дозировка да то есть это рекомендации за последний которые были изданы в двадцать первом году российской федерации минздравом они говорят о том что витамин b1 его дозировка 1 1 и 2 миллиграмма до b2 до 16 миллиграмм ниацин 14 16 миллиграмм то есть посмотрите у всех витаминов достаточно разные дозировки что-то в микрограммах что-то даже в миллиграммах и это достаточно важно b5 фантотеновая кислота около 5 миллиграмм суточная дозировка b6 до 1 и 7 миллиграмм фолиевая кислота 400 600 микрограмм да то есть 400 микрограмм для обычного человека такая профилактическая дозировка если речь идет про беременных женщин и кормящих матерей здесь дозировка 600 микрограмм и кабаламин с витамин b12 дозировка 24 2 и 8 микрограмма это профилактические дозировки дозировки которые принимая которые даже в добавках у вас никогда не будет передозировки на такая поддерживающая доза если есть какие-то проблемы патологические врач может назначить лечебные терапевтические дозировки которые внимание могут быть кратно больше те которые рекомендованы да то есть это ну значительно могут даже превышать там десятки и в сотни раз с такими конечно дозировками вы должны быть внимательны работает только врач при определенных показаниях и я даже скажу какие могут быть показания я уже вам говорила что в наше время есть возможность сдать генетический тест то есть проверить генетику вы знаете что днк это такой паспорт человека он во всех клетках человека у одного человека все клетки имеют одинаковые днк человек рождается с ней человек уходит на тот свет то есть она никак это днк не меняется и поэтому есть есть различные патологические врожденные состояния которые связаны с плохим усвоением каких-то витаминов группы b да и это можно узнать с помощью генетического теста когда точно известно что не хватает какого-то витамина группы b то тогда врач может назначить постоянный прием таких повышенных значительно дозировок и это будет способствовать улучшению состояния здоровья человека так почему мы часто наблюдаем дефициты витаминов группы b в организме конечно первая причина это недостаточно потребление пищи богатой витаминами и конечно несмотря на то что витамины b есть практически везде то есть это и растительная и животная пища да то есть большинство витамин есть витаминов есть в мясе в молочных продуктах в яйцах в бобовых в орехах да вот например фолиевая кислота это в основном зеленые овощи зелень до шпинат брокколи спаржа ну и тому подобное то есть мы имеем злаки различные да то что мы теоретически должны каждый день употреблять если у человека полноценное питание если у него он есть все группы продуктов то у него как правило дефицитов не возникает но существует другая ситуация когда есть нарушение желудочно-кишечного тракта когда плохое всасывание витаминов при некоторых заболеваниях например целиакия да то есть состояние когда не усваивается глютеновые продукты то есть это злаки и производные ржи пшеницы и ячменя и вот когда человек употребляет эти продукты болельщи целиакии у него нарушается слизистая кишечника и не усваивается практически ничего в том числе и витамины группы b и хочу сказать что как раз таки в ржаном хлебе да в производных пшеницы содержится витамины группы b тоже поэтому люди страдающие целиакии вот не могут усваивать нормально витамины дальше так ну и в принципе какие-то воспалительные заболевания кишечника их на сегодняшний день достаточно много конечно они не дают усвоиться нормально витамином группы b и поэтому возникает часто дефицит и даже казалось бы бы при нормальном сбалансированном рационе следующая есть ситуация когда может быть дефицит это когда у нас повышенное повышенное потребление организмом данных витаминов и в принципе мы практически каждую лекцию об этих состояниях говорим например это какие-то хронические заболевания те же всякие урви и рзы вот когда у нас все поголовно болели коронавирусом после этого часто у людей были дефициты группы b это проявлялось различными вот неврологическими заболеваниями да то есть ухудшалась память и даже симптомы были похожие на болезнь альцгеймера да на самом деле это была нехватка дефицита нехватка витаминов группы b вот такое даже может быть конечно при беременности при лактации увеличивается усвоение витаминов группы b и поэтому часто их недостаточно и развивается дефицит ну и я уже говорила что часто у детей которые идут быстро в рост да вы знаете что детки нас растут скачками маленькие до годика это понятно что они очень быстро увеличивает свой вес до за год в три раза а если мы идем дальше то вот например ребенок 11 был рост и там на 5-7 сантиметров за лето подрос до быстрый скачок естественно в этот период потребность витаминных минералах и принципе всех нутриентах в организме достаточно увеличивается и как раз таки могут развиться дефициты подростковом возрасте такое часто случается так нужно правильно приготовить пищу потому что как раз таки витамины группы b могут теряться в значительной степени при приготовлении пищи я уже говорила что это витамины водорастворимые и они отличаются от жирорастворимых еще тем что они достаточно легко разрушаются под действием высоких температур также при хранении продуктов например если мы не каждый день готовим пищу она у нас стоит несколько дней в и по мере того как она стоит приготовленная витамины водорастворимые способны разрушаться так это я уже говорила так так я еще параллельно буду если у вас есть какие то вопросы вы их можете параллельно задавать я буду отвечать вам либо в конце либо кое-что буду отвечать по ходу и так что может быть если у нас длительно сохраняется дефицит витаминов группы b в первую очередь очередь это проблемы с нервной системой дефицит и витаминов приводят к различным неврологическим проблемам это конечно сразу сказывается на вашем состоянии да вы такие нервные раздражительные человек у того есть дефициты он больше подвержен депрессии очень раздражителен и конечно когда вас было все нормально вы все легко запоминали учили до овладевали бывает вот человек учится овладевать какой-то новой профессии много запоминает и тут ни с того ни с сего например после какого-то заболевания у него начинаются проблемы с памятью он не может сконцентрироваться у него мысли как будто вылетают да часто слова забывает вот это один из таких первых симптомов дефицитов витамины группы b и про нервную систему я уже говорила что бывают симптомы похожие на симптоматику например болезни альцгеймера хотя на самом деле это последствия как раз таки вот дефицитов частности дефицитов витамином группы b поэтому поэтому нужно периодически особенно после заболеваний держать под контролем на уровне данные витамины дальше расскажу как что касается кожи волос ногтей без нормального количества витамином группу b здоровья здоровыми кожа и волосы выглядеть не будут потому что дефицит витаминов может привести к различным проблемам кожи то есть это сухость трещины если мы говорим про лицо то это может быть увеличена акне тоже сухо челушение кожи и вот заеды в уголках рта это тоже достаточно характерны симптом дефицита витаминов группы b выпадение и ломкость волос хрупкость ногтей исчерченность ногтей когда ногти бывают различные не такой формы с бугристостью это все одно из проявлений дефицита витаминов группы b проблемы с пищеварением могут быть такие как диарея запоры тошнота рвота изменение аппетита да то есть ухудшение аппетита все это тоже является симптоматикой дефицита конечно анемия про что я уже немного говорила витамины группы b такие например как витамин b9 b12 играют основную роль в производстве эритроцитов и дефицит витаминов может привести к развитию анемии поэтому если есть признаки анемии и врач это видит конечно он даст вам значит анализы для диагностики для дифференцировки различного если он видит анемию даст анализы чтобы дифференцировать какая именно анемия для дифференцировать Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вы меня видите, слышите? Напишите мне в комментариях, да? Да, если у нас связь восстановилась, все в порядке, значит мы пойдем дальше. Да, да, все появилось. Но от этого никто не застрахован, всякое бывает. Поэтому надеюсь, что больше такого не повторится. Будем продолжать. Вы готовьте свои вопросы, я в конце еще отвечу на ваши вопросы. Ну а сейчас мы продолжим тему последствия дефицита витаминов группы В. Да, я остановилась на том, что проблемы могут быть с иммунной системой при дефиците витаминов группы В, потому что они играют решающую роль в поддержании здоровья нашего защитного аппарата организма. И, конечно, когда дефициты по витаминам группы В, это ослабляет нашу иммунную систему, увеличивает риск развития различных заболеваний. Это начиная от каких-то простудных заболеваний, которыми часто начинают болеть и дети, и взрослые, пожилые люди. И в том числе, в том числе это какие-то хронические заболевания, да, и даже онкозаболевания. Я уже говорила почему, потому что витамины группы В, это важнейшие витамины, которые участвуют в делении клеток. И, конечно, когда витаминов недостаточно, это увеличивает риски развития онкозаболеваний. Каким образом мы можем корректировать данное состояние дефициты витаминов группы В? В первую очередь, конечно, мы должны обратить внимание на наше питание. Я всегда говорю, что очень важно для того, чтобы не допускать дефицитов, для того, чтобы уменьшить их вероятность, это сбалансированно питаться. Что это значит? Это значит использовать в своем питании не однообразную пищу, то есть каждый день одно и то же, а различные группы продуктов. Если даже бывает, кажется, нет у вас фантазии, вы можете распечатать, повесить на холодильник списки различных круп, различных видов мяса, рыбы. Ну и вот как-то стараться чередовать, то есть не каждый день одно и то же, а покупать различные виды продуктов. И если даже у вас семья не очень, то есть старается пробовать что-то экспериментировать. Чем большее количество у вас будет блюд на столе, более разнообразных из различных продуктов, тем большая вероятность не допустить развития дефицитов. Важно включать в рацион различные продукты, например, зерновые, потому что зерновые являются хорошим источником большинства витаминов группы В. В том числе важны животные продукты, то есть мясо, птица, рыба, яйца, молочные продукты. То есть все продукты, на которые у вас нет какой-то индивидуальной реакции, должны быть на вашем столе. Это и овощи по сезону, и цельные злаки, потому что важно, что обработанные злаки, например, когда мы покупаем крупу в виде хлопьев, когда, например, очищены от оболочки рис, они содержат минимальное количество витаминов группы В. Потому что основные витамины данной группы содержатся именно в оболочке зерна. Поэтому желательно пробовать варить цельную овсянку, да, или, по крайней мере, покупать хлопья длительной варки, когда там на пакете написано от 15 минут варки и так далее. Это касается и других продуктов. Когда они цельные, свежие, когда фрукты, овощи по сезону, в них максимальное количество питательных веществ. Если с питанием у нас не получается набрать достаточное количество витаминов, на помощь приходят витаминные комплексы. Вы можете сейчас встретить витамины группы В как по отдельности, так и в комплексах. Но вот что касается именно группы В, то часто специалисты назначают именно комплексом. Потому что витамины группы В, они взаимосвязаны в организме. И одни витамины принимают в метаболизме, то есть участие в усвоении других витаминов. Поэтому, когда они вместе, то, ну, во-первых, достаточно сложно дифференцировать, какого именно витамина у вас не хватает, да, а во-вторых, чтобы они максимально усваивались, их часто назначают в комплексе. Ну и, конечно, перед, не назначайте себе, если вы чувствуете, что вы в этом не специалист, вы не заканчивали, у вас нет такого специального образования, следует посоветоваться с врачом, да, если есть серьезные нарушения, с диетологом или даже с нутрициологом, потому что сейчас есть достаточно серьезные нутрициологи, которые проходят лабораторную диагностику и большое обучение именно по нутрицептикам, и могут вас проконсультировать. Если есть подозрение на дефицит, обязательно обращайтесь к специалисту, потому что, если, например, маленькие дозировки, у вас серьезные дефициты, они могут не восполнить ваше дефицитное состояние, то есть нужно подбирать грамотную еще дозировку. Так, и я уже говорила, что лучше принимать витамины В комплексом, и опять-таки тем, кто занимается Фаберлик, да, давно является приверженцем данной компании, любит, ценит, понимает, что вам повезло, потому что у вас сейчас выпускаются очень крутые продукты, и вот один из таких продуктов, это как раз-таки комплекс витаминов группы В, витамин В комплекс, он состоит из 60 капсул, общая масса 350 миллиграмм, то есть там содержится весь комплекс из 8 витаминов группы В в необходимых дозировках, о которых мы уже говорили. Какие задачи помогает решить вот этот комплекс витамин группы В? Так, еще раз, Елена пишет, написала, что звук искажен. Скажите, пожалуйста, вы меня слышите? Меня хорошо слышно или нет? Потому что у нас идет запись, и кто-то будет смотреть записи. Да, у всех хорошо слышно. Это замечательно, значит, Елена, попробуйте перезагрузить, возможно, у вас какие-то вот на устройстве есть проблемы. Перезагрузите, просто обновите страницу, и, возможно, все будет хорошо. Так, мы продолжаем. Витамины группы В помогают усваивать микро- и макроэлементы, приходят на помощь иммунитету. Да, без нормального количества витаминов группы В организм начнет часто болеть, дает сбой. Витамины группы В участвуют в синтезе ДНК, РНК, в делении клеток. ДНК, РНК, вы знаете, это составляет наш генетический аппарат, что содержится в ядре каждой клетки, и это очень важно при делении клеток, чтобы не было сбоев ДНК в РНК, чтобы не было серьезных таких нарушений. Конечно, без группы В это просто нереально, без витаминов группы В. Данные витамины улучшают состояние кожи и волос, поэтому, если есть проблемы, можно пропить комплекс витаминов группы В. Поддерживают гормональный баланс, да, это крайне важно. Защищают организм от анемии. Да, вы знаете, что есть железодефицитная анемия, про железо я говорила ранее в вебинаре, и анемии, связанные с нехваткой, с дефицитом витамина В12 и В9. Витамины группы В помогают справляться со стрессами и с различными нагрузками физическими и психическими. И вот я уже говорила, когда у нас меняется настроение, когда у нас усталость, когда мы начинаем плохо запоминать, не можем сконцентрироваться на работе, у нас вылетают слова из головы. Это явные причины дефицита витамина группы В. Данные витамины поддерживают работу пищеварительной, нервной, сердечно-сосудистой системы. Ну и, в принципе, других систем в том числе. И уже об этом шла речь. Вот здесь написан состав. Суточная дозировка, мы будем говорить, что это две капсулы в день. Как раз-таки две капсулы комплекса витамина В, они обеспечивают суточную потребность в витаминах группы В. То есть это профилактическая дозировка, которую должен принимать человек, который именно пользуется комплексом витаминов группы В, Фаберлик. Я здесь не буду зачитывать цифры, да, просто вы должны понять, что как раз-таки две капсулы будут закрывать подсуточное потребление необходимое по витаминам. Данный комплекс применяется в качестве биологически активной добавки, то есть это БАТ, это препарат, который может человек купить сам без назначения врача. Но я уже говорила, что все-таки стоит посоветоваться специалистам, особенно когда у вас какие-то ярко выраженные симптомы. Возможно, здесь понадобятся другие дозировки. Взрослым рекомендуется по две капсулы в день во время еды. Продолжительность приема один месяц обычно. Витамины группы В – это не те витамины, которые рекомендуют принимать постоянно. Витамины В мы принимаем курсами. Да, вот, Наталья, я отвечаю на ваш вопрос. Витамины В принимаются курсами. Вы можете для профилактики попить один месяц, да, потом делать перерывы. И, в принципе, смотреть по самочувствию. Для кого-то такой курс будет достаточно раз в полгода. Для кого-то, например, три раза в год, да. То есть надо смотреть для профилактики, как быстро у вас происходит просадка по витаминам группы В. Если у вас есть какая-то симптоматика, о которой мы говорили ранее, да, то есть настроение, раздражительность, депрессии, часто болеете, ну, и так далее. Проблемы там с кожей, с волосами. Вы пьете, вы смотрите, есть ли улучшение. Если нет улучшений, возможно, вам нужна другая дозировка. Стоит здесь, возможно, обратиться вот к специалисту, да. И, допустим, у вас есть, вы пропили комплекс месяц, да, вы увидели положительные результаты. И потом, например, через какое-то время у вас опять появляется, вот, вы видите, дефицит, да, какие-то симптомы появляются. Нужно самостоятельно, можно отследить, как часто вам необходимы профилактические вот эти курсы витаминов группы В. Так. Противопоказания – это, конечно, индивидуальная непереносимость, беременность, кормление. Да, необходимо посоветоваться со специалистом. То есть это важные такие, важные вещи, которые обычно пишут в препаратах. Так, это так и есть. Так, с чем хорошо сочетается, с какими другими витаминами? Итак, по поводу совместимости. Хочется сказать, что я бы рекомендовала витамины группы В, если есть такая возможность, принимать отдельно от других витаминов и минералов. Потому что, например, ну вот, например, витамин В2 не очень взаимодействует с железом и с медью, да. То есть для того, чтобы железо поднять, и витамин В2 нужен, а вот В2 усваивается, получается, хуже, и уже железо мешает усвоению В2, скажем так. То есть, учитывая, что это комплекс, у каждого витамина группы В есть какие-то нюансы в совместимости, да. И получается, что какие-то витамины вот из этих группы В, они усваиваются плохо вот с другими. Поэтому в идеале комплекс витаминов группы В принимать отдельно от других. Это не значит, что совсем, допустим, железом у вас там омега-3, витамин В2 вы пьете, и вот витамины группы В. Вы можете курсом это принимать, только, например, вот с омегой-3, с селеном, например, можно принимать комплексы витаминов группы В. А вот, например, с железом я бы разделила, например, в один прием пищи железо, если вы с приемом пищи, да, потому что вы помните, что хелатное железо можно и вне зависимости от приема пищи принимать, если у вас все нормально, нет проблем с желудочно-кишечным трактом, да. Вот, то есть в разные приемы пищи, чтобы хотя бы два часа была разница в приеме. Комплекс желательно отдельный, хотя, например, вот селен, омега-3, цинк, вот с этими добавками можно. Но вот, например, некоторые минералы и витамины ухудшают усвоение витаминов группы, да, там магний, кальций, ну вот с ними нежелательно. С магнием нежелательно, с магнием вместе не принимайте, Наталья, потому что, например, вот витамин В1, да, его растворимость в воде ухудшает магний и кальций, да, то есть он очень плохо усваивается. А учитывая, что В1 у нас есть в комплексе, да, то есть у нас там много витамин, вот в идеале нет. То есть ухудшится его усвоение вот некоторых витаминов из данного комплекса, если вы будете принимать с магнием, то есть это какие-то там серьезные последствия не повлечет за собой, да, не будет проблем, но ухудшится усвоение некоторых витаминов комплексов от группы В. Что касается, я читала вебинар по поводу железа, так вот, без витаминов группы В железо не усвоится никогда. Да, поэтому, но в идеале их разнести по приемам пищи, да, то есть железо на себя берет многие витамины группы В, и все-таки, например, вы можете в один курс включить витамин В, витамины группы В, железо и витамин С, например, да, но разнести их по, например, железо с витамином С в один прием пищи, а витамины группы В в другой прием пищи, вот по мне так идеально. Да, но опять-таки скажу, если вы примете вместе, они никак не блокируют друг друга, не вызывают каких-то плохих серьезных последствий, да, просто вот это взаимодействие, совместимость мы учитываем, потому что может ухудшать усвоение друг друга, да, поэтому вот с магнием нет. Сейчас еще посмотрю, посмотрю, какое время суток лучше принимать. По поводу витаминов группы В, я таких исследований вот строгих не встречала, в какое время суток. Здесь важна как раз-таки, опять-таки, совместимость. Витамины группы В не блокируют какие-то гормоны, да, как вот, например, там некоторые другие. Вот, поэтому, в принципе, можно их принимать с приемом пищи на завтрак, на обед, ну, и на ужин, глотное разносить вот с теми, с чем оно не сочетается. Если, например, у вас много добавок, в идеале витамин В поставить отдельно от других добавок. Но если нет такой возможности, то, например, с селеном, с омегой-3, с цинком, например, точно можно. С кальцием, с магнием нежелательно, вот с витамином С не надо. С железом можно витамины группы В, но там вот будет уменьшаться усвоение некоторых вот отдельных витаминов группы В в комплексе, да. Но в целом все равно организм возьмет, да, то есть вы дадите комплексам витамины группы В и организм, что нужно ему будет брать. Только вот, может, в чуть меньших количествах. Поэтому тут очень много нюансов по усвоению именно конкретных витаминов. Я же говорила, их 8 штук в комплексе, да. Но учитывая, что они все вместе, я вот говорю, что там есть какие-то нюансы с усвоением различных витаминов, минералов, да. Поэтому лучше отдельно. Так. С чем? Так, какое время? Я уже говорила. Конкретного времени нету. Так. Принимаем курсами. Специалист может назначить, например, не две капсулы, а, например, по две капсулы два раза в день, да. Здесь будет больше в два раза дозировка. Но опять-таки говорю, если вы самостоятельно для профилактики берете, то это курс вот с необходимой минимальной дозировкой. Две капсулы в день, да. Вот. Больше дозировку без назначения специалиста все-таки не берите. Конечно, это водорастворимые витамины. И вот от этих дозировок, честно скажу, токсического действия какого-то вряд ли вы увидите, да, если нет индивидуальной непереносимости. Но, тем не менее, все-таки с витаминами, минералами, с препаратами они оказывают определенное действие на здоровье. Лучше не экспериментировать. Самостоятельно пьете, вот, точно можно раз в полгода в течение месяца курсом пропить. А если нужно чаще или больше дозировка, значит, это по согласованию со специалистом. Если нужно поднять железо, то нужно принимать витамины В и железо. Если нужно поднять курс железа, вы можете в один курс включить железо и витамины группы В. Даже можете в один прием это пить, потому что все эти витамины группы В будут способствовать усвоению хорошему железа. Да, то есть усвоение некоторых витаминов группы В будет ухудшаться, но у вас идет задача в первую очередь увеличить усвояемость железа, поэтому можно даже вместе принимать. Не только в курс, но и в один прием. Ну и, конечно, смотреть, если вы железо хотите поднять. Если вы железо хотите поднять, то нужно обязательно смотреть, чтобы и витамина С было достаточно, или в питании, или его включить. Ну, не запивать там повеньше молочных продуктов, да, не запивать чаем, кофе. Это ухудшает усвоение железа. Так, можно ли раскрывать капсулу? Капсулу можете раскрывать, если очень надо. В капсуле удобно, но если, например, там ребенку или кто-то, кто не может проглотить капсулу, можете раскрыть. Да, тут такой вот прямо строгости нету, как, например, там с пробиотиками и с некоторыми другими препаратами. Ну и витамин В12, который содержится в комплексе, с ним могут быть проблемы с усвоением, если у вас есть пониженная, например, ухудшена кислотность желудка, да, или какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом. Поэтому, если вы принимаете долго, никакого эффекта нет, это не значит, что препарат не работает, это значит, что, возможно, нужно обратиться к гастроэнтерологу. Вот. По-моему, я на все вопросы ответила. Презентация у нас закончилась. Вот последний слайд. Я приглашаю вас присоединиться к нашей, к нашему университету, к странице Ксении Пустовой. И есть у нас специальные курсы для компании, для компании Фаберлик, да, где вы можете узнать много нового и стать нутрициологом, освоить новую профессию, хорошо разбираться в добавках, в анализах даже, да, так что, кому интересно, присоединяйтесь. Спасибо огромное за внимание. Я уже буду заканчивать. До скорой встречи в следующую среду. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok